Я всегда считала, что Канада это страна, где у меня будет много возможностей. В будущем я хочу стать архитектором. Я с самого детства мечтала строить здание, создавать что-то свое. Я найду здесь свою будущую профессию, построю здесь свою личную жизнь. У меня будет семья, дети. Я хочу работать в компании SpaceX, которая работает на то, чтобы отправлять ракеты в космос и чтобы они были reusable. Я всегда хотела всю жизнь, с самого детства стать врачом. И поэтому я приехала в Канаду, чтобы получить лучшее образование. Я решила учиться в Канаде, так как Канада это страна возможностей сейчас. Это очень развитая страна. В Казахстане очень тяжело найти работу, особенно если ты идешь на архитектора. А в Канаде намного больше возможностей. В Украине вообще на данный момент около 10 лет нельзя найти нормальные профессии. Даже те люди, которые в прошлом были довольно-таки успешные, сейчас они, можно сказать, никто в этой стране. Все оттуда уезжают в разные страны, так же, как и в Канаду. Я планирую отучиться 4 года в Университете Райерсона на Биомедикал Сайенс, а потом пойти в Медикал Скул. Лично я ожидаю от Университета Торонто больше, чем от Казахстанского университета. Потому что здесь профессора намного престижнее и они славятся по всему миру. То есть они всегда помогут тебе, если тебе нужна какая-либо помощь. Я сначала поступлю в Сенека Колледж, а потом в Университет Торонто. Я выбрал Райерсон Университет, потому что он предлагает очень хорошую программу для компьютер-сайенс. Тут неважно, это классное время или я могу также остаться после класса, подойти к учителю, и мне всегда ответят на мой вопрос и помогут. В России такого нет, то есть развенел звонок, все уходят и всем, грубо говоря, все равно на свою учебу. Я поступила в Университет Райерсона на бизнес, на финансы и бухгалтерию. В будущем я мечтаю работать в Торонто. Лично я хочу после себя оставить след и построить свое какое-нибудь здание, может быть, отель, о котором будет знать весь мир. Отличие в образовании Канады и Казахстана, я могу сказать одно, что здесь, в Канаде, очень много тебя, так скажем, готовят ко всему. То есть у тебя есть и практика, и теория, и все. В нашей же стране, хоть она и продмин, это может быть всяких разных сайенсов, таких как физика, химия или математика, но ты видишь только одно решение. Ты не можешь подходить к проблеме с разных сторон. Тут интереснее сама программа. Она, наверное, базируется больше на практике. Не важно, что ты учишь, тебя учат, как это применять в жизни. Пока в России я просто учу теорию, и это не очень интересно. Те профессии, которые у нас в Украине здесь, они больше ценятся. Ты гораздо больше можешь заработать на этом. Канада, она позволяет смотреть на проблемы, на разные типы проблем с разных сторон и помогает решить их абсолютно по-разному. Нету одного какого-то особого способа решить проблемы. Есть очень много. И Канада, именно Канада, университеты, школы, колледжи, они учат вот этому всему. Я сейчас должен быть в седьмом классе, но я в девятом учусь. Из-за этой школы я должен пойти пораньше, наверное, два года. Канада — это другой континент, это совсем другая жизнь, другой мир. Но я все-таки приехала сюда. И на самом деле сейчас моя мама даже не волнуется, потому что Канада — она одна из самых безопасных стран в мире. То есть тут даже на улице, в общем-то, ничего не происходит такого. Первая вещь, что меня привлекла в Торонто — это домашняя атмосфера. Допустим, в прошлом году, когда я жила в Англии, такого не было, когда я возвращалась в Англию с каникул. Я не чувствовала себя как дома. Первый раз, когда я вернулась в Торонто зимних каникул, у меня было ощущение, что я приехала обратно домой. Ты можешь просто идти ночью, и никто тебя не тронет, никто к тебе не пристанет, ничего тебе не сделает. Это просто самое безопасное место в мире. И я думаю, моя мама сама это поняла, и она планирует сюда всех моих братиков тоже ко мне отправить. Здесь люди добрее. Если сравнивать с Украиной, то здесь тебе всегда помогут, поддержат тебя, даже если ты совершенно незнакомый человек. Поэтому я планирую оставаться в Канаде, поступать тут в универ и продолжать жить тут. В Канаде люди все очень-очень добрые, и, я не знаю, это как-то даже притягивает, потому что они все всегда вежливые с тобой, всегда помогут, всегда выслушают. Насколько я знаю, многие родители на самом деле боятся отправлять своих детей за границу в Канаду, потому что это за океаном. Но на самом деле, по большей части Канада, она намного больше safe, нежели страны, из которых мы приехали. Вот, допустим, я с Казахстана приехал. Если судить, то Канада это очень доброжелательная страна, здесь люди все добрые. И за весь мой экспириенс, пока я был здесь, ни разу никто мне ничего плохого не искал и даже не тронул. Ни разу. Добрые люди, которые всегда помогут, неважно, это первый встречный на улице или твой хороший знакомый. Здесь вообще не ценится, чтобы подходить и начинать домогаться до других людей или вообще, в принципе, бить, там, не знаю, все что угодно. В Канаде, мне кажется, больше всего нравится культура и люди сами, которые тут живут, потому что, ну, по сравнению, например, с Казахстаном, все очень по-другому, и люди тебе всегда помогут, придут на помощь. Канада – это одно из самых, скажем так, спокойных мест в плане проживания, и есть абсолютно в 100% смысла отправлять именно в Канаду и никуда больше. Субтитры сделал DimaTorzok